здравствуйте мои дорогие зрители у нас с вами очередная экскурсия на ваганьковское кладбище и в этом видео мы с вами посетим несколько могил где ранее не были практически у центрального входа справа в круглых колумбариях захоронен прах всеми любимого известного артиста сичкина бориса михайловича или буба касторского из фильма неуловимые мстители самый расцвет его карьеры сичкина неожиданно посадили в тюрьму под предлогом того что директор филармонии где выступал сичкин занимался махинациями с билетами в итоге сичкин просидел один год репутация сичкина была испорчена и он с женой и сыном уехал в сша скончался борис михайлович на восьмидесятом году жизни в нью-йорке и похоронили его в америке и прошло время прежде чем супруга выполнила последнюю волю мужа останки сичкина изъяли из могилы кремировали и урну захоронили здесь буба из одессы родился в киеве умер нью-йорке похоронили в москве я не плачу никогда не плачу есть у меня другие интересы и я шучу я не могу иначе да потому что родом из одессы у центральной аллеи за золотой оградкой золотым скорбящим ангелом похоронена дочь народного художника ссср александра шилова горькая судьба у этой девочки казалось бы она с рождения купалась любви и ласки художник со младенчества ее рисовал не признавал фотографии но все кончилось болезнь которая унесла в машу саркома костной ткани ушла она в 17 лет рядом могила актера александра абдулова я рассказывала о ней в прошлых своих видео посмотрите могила владимира и вашова кино актер народный артист сфср сниматься в кино стал еще участь в институте и у него большое количество разноплановых ролей фильмах и только в 90-х годах ему пришлось сменить профессию он был грузчиком разнорабочим и прорабом на стройке жена его светлана светличная у них было два сына и младший сын олег похоронен рядом с отцом красивого статного актера приглашали сниматься режиссеры татьяна лиозного станислав ростоцки орлан быков и другие мэтры советского кино в 90-х годах кинематограф пришел в упадок и актеру пришлось сменить профессию но тяжелая работа на стройке обострила его заболевания язву желудка операция прошла неудачно а после повторного вмешательства сердце актера не выдержала умер он в 55 лет сын олег ушел через 10 лет вроде как у него были проблемы с печенью и тем более он любил выпить первый участок ваганьковского кладбища и мы идем к могиле юрия гуляева по просьбе одной моей зрительницы и даже есть ведь указатель поворачиваем там написано шуровского дорожка это что такое мне гуляев нужен просто любопытно что там подписано это что шуровского дорожка а он кто хорошо спасибо в общем работники кладбища мне так и не сказали что это за шуровского дорожка но у меня есть такие зрители которые все знают или мне напишут пожалуйста я жду в комментариях объяснение что такое шуровская дорожка кстати и направо там есть мемориал или памятник софи золотая ручка но мы там уже были поэтому я вам сейчас не показываю про софию золотую ручку у меня уже было видео можете смотреть я думаю что там ничего особо не изменилось а сейчас мы все-таки идем к памятнику и юрию гуляевым получается что в конец в конец этой тропинки и на право красный памятник я уже вижу сквозь листву а тут мы видим памятник рабочим и крестьянам погибшим за власть советов в годы 1905-1917 годов а сам юрий гуляев это выдающийся оперный эстрадный певец солист большого театра и мы подошли уже к его могиле на могиле музыканта установлен составной памятник из двух разновысотных вертикальных стел высокая правая выполнена из полированного коричневого гранита с эффектным естественным рисунком белых полос на высокой стеле выгравирован теневой портрет артиста а также слова певец юрий гуляев 2 стела из необработанного гранита в виде сценической шторы с драпировками не спадающими на постамент напоминает о ярком прошлом покойного памятник установлен на подиуме облицованном темно-серыми гранитными плитами памятник ухожен и сразу видно что сюда часто приходят наверное родственники и поклонники юрия гуляева у входа в аганьковское кладбище стоит здание трапезное куда можно зайти и покушать заканчивается обед комплексный обед мы увидели стоит 500 рублей можно также заказать и по отдельности блюда я заказала полностью комплексный вот вермишелевый суп вот я уже покушала немножко и вот показываю вермишелевый принесли мне второе рис с сосисками салат я еще не начинала и компот вот так вот вполне демократично вот такое здание чек на 500 рублей рядом стоит киоск в котором можно купить выпечку тоже недорого ну вот и все на этом экскурсия закончилась всем всего доброго всем пока пока пока